Снимите состояние психа, вы снимите состояние стресса, вы снимите состояние нагрузки межмозговых оболочек, вы снимите состояние с диафрагмой и улучшите состояние обмена. Что вам для этого надо сделать? Спазм! Спазм! Совершенно верно. А что, в купальниках никого показывать не будут? Нет, не будут. Ну, тогда мне это не нужно. Самое лучшее время для тренировки подъема тяжестей – это, конечно... Виктор Владиленович, здравствуйте. Здравствуйте, Алина Владимировна. Я вообще так рада, что я опять на вашей территории, что вы меня всегда привечаете, и, конечно, у меня... Заметьте, за те же самые деньги. Вы нам тут деньги не суйте. А, впрочем, давайте. Вы знаете, я так много получила вопросов и так много откликов на то, что я еду к вам, и люди прямо не задают вопрос. Причем достаточно осознанные люди, думающие люди задают один самый главный вопрос. Мы занимаемся спортом. Мы сегодня много занимаемся спортом, потому что спорт – это кровообращение, это жизнь. У всех такое понимание. И насколько полезно убиваться утром, ранним утром, либо поздним вечером. Я быстренько забегу вперед и скажу, что я, например, своим пациентам запрещаю истощаться. То есть я не против спорта, но я за ту ЛФК, которая была раньше. Что скажете вы? Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать в этом смысле, что очень четко надо понимать, чем человек занимается. Физической культурой или спортом? Как правило, это тяжелые веса. Как правило, это тренажерный зал. Ну, тогда надо очень четко понимать о том, что у нас есть время, так называемого, целесообразного подъема тяжести. И оно очень конкретное. Это связано с очень интересным каналом из традиционной китайской медицины под названием «Канал почек». Недаром канал почек называют корнями жизни. И это время максимальной активности от 19 до 21 часа вечера. Как раз таки время максимального подъема тяжести. Вот если мы вернемся к огромному количеству медицинских памятников, которые существуют, то вот одни из них, это известные памятники, которые принадлежат древнегреческому-древнеримскому врачу Галену, который указывал на то, что легионерам, спортсменам, тогда уже был такой термин, людям, которые занимались спортом, самое полезное время – это время активности почек. Я не думаю, что Гален знал как раз таки основы теории и практики китайской медицины, но время совпадало как раз таки с этим моментом. Поэтому самое лучшее время для тренировки подъема тяжестей – это, конечно, 19-21 час. Это и с точки зрения теоретических вещей. Но я хочу сказать, из моего личного опыта, так сложилось в моей жизни, что я очень хорошо был знаком с нашими российскими и белорусскими тяжелоатлетами в светлой памяти Василия Ивановича Алексеева, Царство Небесное Сашки Куруловича, ныне живущие, надеюсь, Геннадий Бессонов и так далее, Давид Адамович Ригерд. Вот люди, которые очень хорошо занимались и внесли огромный вклад в развитие тяжелой атлетики, которые внесли огромный вклад в развитие теории и практики подъемов тяжелых весов. Вот у них самые результативные тренировки, конечно, это были именно эти часы – 19-21 час. Так можно ли говорить о том, что с 19-21 часа – это самое эффективное время? Да, я поняла, что об этом… Самое безопасное. Самое безопасное. Самое безопасное время. Почему? Очень хорошо, что Вы педалируете, и как раз-таки это именно этот вопрос, потому что время максимальной активности канала почек, время максимальной активности реминерализации, то есть то, что мы теряем в течение светового дня, да, так точно, да, макро- и микроэлементы, мы их очень быстро за эти два часа восстанавливаем, да, и скорость восстановления, и как раз-таки в этой части очень хорошо идут те моменты приема микро- и макроэлементов в виде коктейлей, в виде определенных блюд, которые, в общем-то, восполняют затраченную энергию, но не отражаются на прибавлении веса, не отражаются на, будем говорить, изменении обмена веществ. Хотя это уже после 18-ти, как мы говорим, про ужин, да? Да, после 18-ти, да, гораздо позднее, да. Ну вот, смотрите, если мы говорим… Даже есть специальные, извините, перебиваю, даже есть специальные почечные супы восстановления. И, кстати, если мы к этому возвращаемся, тут большое количество аналогий, о которых мы, кстати, почему-то, к сожалению, к вязчему нашему забываем. Например, специальные блюда, которые были характерны для кузнецов, которые были характерны для молотобойцев, которые характерны были для бурлаков. Жаль, что сейчас так утрашены. Понимаете, да, и если мы почитаем, если мы почитаем вот знаменитого московеда Виляя Гелеровского, который стоял у истоков развития русской тяжелоатлетической, будем говорить, институции, то он очень хорошо пишет о том, что, так сказать, специальные блюда были разработаны для тяжелоатлетов, как раз таки, которые, вот мы с Татьяной Владимировной недавно заявили, одно такое блюдо из куриных лап, нас тут подняли на смерть. Это же столько коллагена, конечно. Закидали изделиями номер два и так далее, так далее. Понимаете, а по сути дела, потом, когда начали разбираться, только на самом деле уровень коллагенизации, он восстанавливает, во-первых, качество эластина, восстанавливает качество коллагена, восстанавливает, увеличивает емкость крови и так далее, и так далее. То есть это огромный резерв, о котором, к сожалению, как вы абсолютно справедливо говорите, мы забываем. Виктор Владиленович, дело в том, что Москва или любые мегаполисы, те люди, которые сегодня себе могут позволить спорт, ну, правда, да, для спорта не нужны деньги, но, как правило, все ссылаются на это, стоит в пробках. С 19 до 21 они или стоят в пробках, либо они проводят какие-то летучки по окончанию рабочего дня. И вот здесь тогда у меня вопрос. Хорошо, вот эти профессии, к сожалению, почти сегодня утрачены, сегодня у нас сплошной топ-менеджмент. Вот вы, я вас перебью, вот я вас перебью, вот вы в руках держите карандаш и постоянно его крутите. Так. А теперь вот возьмите то же самое, то же самое, только вот так вот, только вот так вот, сделайте карандашик, сделайте карандашик, поставьте его на уровне солнечного сплетения, вы представьте, вы находитесь в пробке, вы сейчас несколько зайцев убьете. Во-первых, вы, так сказать, снимите состояние психа, вы снимете состояние стресса, вы снимете состояние нагрузки межмозговых оболочек и вы снимете состояние с диафрагмой и улучшите состояние обмена. Что вам для этого надо сделать? Возьмите карандаш. Почему вы в моей голове? Ведь я хотела это проговорить. Возьмите карандаш, прижмите к солнечному сплетению, глубоко вдохните, резко выдохните и попытайтесь сделать вид, что вы его растягиваете в разные стороны. Карандаш, не дышите. Сейчас лопнет. Лопнет карандаш. Все, не надо больше. Восстанавливай. Обратите внимание. Тепло. Обратите внимание, тепло. А что происходит при стрессе? Вы как доктор прекрасно понимаете, у нас вырабатывается огромное количество кортизола, на котором вырабатывается большое количество прогестерона, а прогестерон у нас отвечает за... И помним, что мужских и женских половых гормонов нет. Совершенно верно, да, совершенно верно. Да, мы... Нет, они есть, но просто мы их не можем реализовать. Сейчас сразу за рулем. Все почему? Или на летучке, понимаете, в чем дело? Поэтому у нас это будет на чем отражаться? Известные истории. Конечно, это будет называться, да. Известные истории. Да, да, да. Это будет называться известные истории. Да. Из Ветхого Завета. Из Ветхого Завета. Да, сейчас, конечно, пост, мы можем об этом говорить. Но все равно я вернусь снова к своему вопросу. Может быть, у вас есть какие-то секретики? Ну, точнее, нет. Давайте не так. Давайте поговорим сначала про безопасность. Ну, про безопасность 19-21, я поняла, это безопасно. Но так как почти 90% сегодняшних мегаполисов это недоступно в это время. Может быть, есть какие-то секреты упражнений быстрых, скорых, которые могут помочь снять отеки, снять психоэмоциональное состояние, улучшить, не знаю, ту же разовощекость, здоровый цвет лица. Может быть, есть какие-то ваши секреты, упражнения, если человек не может себе позволить в это время заниматься спортом? Или какие-то рекомендации занятия спортом в другое время? Либо упражнения на рабочем месте? Нет, но упражнения на рабочем месте есть, их огромное количество, как говорится, имя им легион. Просто в зависимости от той ситуации, которая, если вы, положим, хотите сконцентрироваться рано утром. Так сказать, а для того, чтобы сконцентрироваться рано утром, так сказать, минимум надо запустить естественный процесс пищеварения. А у вас в голове, как говорил мой великий дед, отсутствие аппетита. Вот не хочется есть, не хочется есть, а есть нужно, а есть не хочется. А вы знаете, что сейчас стоит даже вам сделать глоток воды, и, так сказать, у вас... Теплый. Да, ну теплый или холодный, без разницы. И у вас может даже изжога появиться. Как мы можем с этим справиться? Очень легко. Есть очень хорошее упражнение, есть очень хорошее упражнение, которое называется кишечные крючки. Вот вы встали утром, у вас плохое настроение, ваши мысли все на работе, вам нужно сделать там какие-то срочные дела, вам надо запустить себя. А у вас внутри метеоризм, неправильная пища. Да, нарушение пластичности, тяжесть поясницы, еще какие-то вещи и так далее. Вот возьмите два пальца своих, вот таким вот образом. Я знаю это упражнение. Ну, вот видите, тем более вы знаете, постарайтесь локти вывести вот так вот максимально горизонтально, приблизьте к тому, чем вам не хочется есть, ртом. Вот так. На этом уровне, вот так вот поставьте на расстоянии 10-15 сантиметров, глубоко вдохните, резко выдохните, не дыша в течение 5 секунд, попытайтесь разорвать кишечные крючки. Обязательно восстанавливайте дыхание. И почувствуйте, что у вас происходит. Приток. Снова пошло тепло. Правильно, опять пошло тепло. Куда пошло тепло? Там эйфория даже какая-то. Правильно, эйфория. Почему? Потому что то, чем вы должны были заместить чешковидную железу, ее гормонами после того, как вы покушали, вы заместили это. Но понимаете, здесь же вот этот тонкий лед формируется. Ну да, получается. Формируется тонкий лед кому-то, понимаете, кому-то. Ага, я не буду кушать, я сделаю упражнение профессора Хартанка и будет мне счастье. Нет, счастье это... Будет. Будет, да. Если это делать 1, 2, 3 раза для того, чтобы облегчить свое существование. Но делать это системно ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что происходит очень быстрое истощение желез, внутренней секреции. Мы теряем пластичность, мы теряем инерционность строительных гормонов. Мы теряем саму систему преемственности пищеварения. А потом мы начинаем рыскать в поисках ага. Вот получается сейчас большая, очень модная тема чекап. Вот давайте мы открываем чекап, заплатили за него огромные деньги. А у меня там железа нет, ферритина нет, АСТ такой, мочевина такая, это такое, это такое, это такое, все. И мне, а что, а мне никто ничего толком сказать не может. А прежде у меня никто не спросил, а сколько мне лет, а чем я занимаюсь, а на что я трачу свои силы и так далее, так далее, так далее. Понимаете, вот получается... А тут же есть готовые... Блогеры. Правильно. Они говорят, что делать. Правильно. Идите, занимайтесь спортом, занимайтесь, запускайте кровообращение. А получается, что мы свои надпочечники еще больше истощаем. Конечно. Конечно. А сколько рекомендаций тогда заниматься спортом? Ну, не знаю, правильно ли сказать, каким я понимаю, что каждому пациенту по показаниям. Сколько раз в неделю заниматься спортом? Ну, вы понимаете, вы делаете акцент на тяжелых весах. Я почему уделил и внимание, и рассказал о своих прежних добрых знакомых и друзях, тяжелых атлетов, понимаете? Ну, это не совсем тяжелых атлетов. Ежи колонетик, ежи фитнесы другого направления и так далее, и так далее. Но обратите внимание, они все сопряжены с определенной аэробной нагрузкой. То есть человек становится аэронаркоманом. Вот. Это был мой следующий вопрос. Человек ходит регулярно в спортивный зал, он ходит туда ежедневно. И вы говорите, что это аэробная зависимость. Но многие блогеры говорят, что в этом и есть энергия жизни, познай себя там. В чем подвох? Маркетинги. Согласна. Для здоровья в чем подвох? Подвох заключается в том, что человек начинает, будем говорить, мы вообще с вами существа полярные в той части, что мы представители биологического вида и носители социализации определенной. Так. Вот. И в этом плане, конечно, мы отрабатываем какие модели? Мы отрабатываем, нам хочется жить долго, счастливо, нам хочется иметь много денег, как говорили классики, и ничего, так сказать, в этом не принимать никакого участия, ровно так же, как и здоровье хочет. Понимаете? И когда человек через себя переходит, в лучшем смысле этого слова, он делает над собой большие усилия, он делает усилия и над собой, потому что он становится зависимым от повышенного потребления кислорода. А что такое повышенное потребление кислорода? Это те процессы, которые, с одной стороны, они нам полезны, потому что это качество очистки крови, это качество крепости наших суставов, это частота сердечных сокращений, это наше дыхание, это наши волосы и так далее, и так далее, и так далее. Но по большому счету, если, условно говоря, вот практика, как раз-таки пандемии показала о том, что вот эти все моменты, они рушатся, ну, буквально в течение одной недели. Потому что когда были закрыты фитнес-залы, когда все эти моменты прекратились, вот специально было анкетирование, я на эти вещи обращал внимание, лишь только 7% людей, которые до этого активно занимались спортом, как вы обозначили, в домашних условиях продолжали заниматься с такой же нагрузкой. Только 7%. Понимаете, за это время мы приобрели, люди приобрели жировой гепатоз, люди приобрели, так сказать, прибавку веса, люди приобрели состояние, которое, так сказать, связано с нарушением метаболического синдрома, инсулино-резистентность и так далее, и так далее, и так далее, по списку. Понимаете? Хорошо, а какой выход из этого положения? Как мы можем помочь людям? Потому что люди, они сегодня живут экраном. То, что видят, то, что им транслируют, они то, то они и делают. Они, к сожалению, ну, сказать, жертвы маркетинга или маркетинга, наверное, нет, но у них нет информации. А раньше, помните, было ловка, была физкультура, было все просто. Как сегодня помочь людям? Какой выход из положения? Как дать информацию? Человек только должен сам понимать, что ему в этой части важнее. Вы понимаете такой вопрос, понимаете, при этом забывая абсолютно, что то, о чем вы вспоминаете, это было при социализме, тогда, когда государства были важны трудовые ресурсы, качество трудовых резервов. И когда были эти специальности. И совершенно верно, понимаете, когда был рабочий полдень, когда в школах мы писали, мы писали, наши пальчики устали, когда кафедры гигиены труда были признаны, понимаете, когда порушился Советский Союз, а японцы, испанцы, португальцы, все эти достижения, условно говоря, присвоили себе и прекрасно занимаются этими всеми вещами. Но я понимаю, что это все философия, социология, что люди на той стороне ждут на самом деле. Опять волшебные таблетки? Опять волшебные таблетки, да. Поэтому я что хочу сказать? На мой взгляд, как военного доктора в прошлом и практикующего врача восстановителя медицины на сегодняшний день, и лично я, вот моя школа, наша школа, которая возглавляет профессор Хартаренко Татьяна Одиновна, наша главная установка, это использование добрых, старых упражнений, которые связаны с задержкой дыхания, только очень строго регламентированных. Тоже про кислород? Да, только анти, только про антикислород. Ну, про собственные ресурсы? Да, про собственные ресурсы, когда мы заставляем, так сказать, вот эти процессы биохимические, если я несложно выражаюсь, понимаете, на уровне второго, третьего класса, чтобы это было понятно. Но мы же с вами не пропагандируем, нет, спорту. Нет. А мы говорим о том, что у нас все по показаниям. Ну, и что вы имеете в виду? Ну, то, что для каждого человека индивидуально, и вот эта сегодняшняя мода на спорт, идти в разное время в то, которое не полезно, да, то есть, ну, я вот услышала, например, для своих пациентов пользу, что с 19 до 21 самое полезное время, что, ну, я даже не знаю, то есть, понимаете, мне хочется какое-то резюме, что-то пациентам вынести с этого. Вот, например, один пункт с 19 до 21 я вынесла, да, занятие спортом. Каждые 45 минут делать 2 минуты на задержку дыхания, при этом выполняя специфическое упражнение. Вот если, так сказать, вы созреете в этом плане, задавать мне вопросы, как мы можем регламентировать, понимаете, выделительную функцию, как мы можем регламентировать накопительную функцию. И опять же, мы о чем говорим? Мы говорим об индивидуальном портрете человека, в каждом конкретном случае. Но есть общие обрисы. Понимаете, как говорил мой великий дед, каждый гениальный художник рисует свои картины. Но столяр или краснодеревщик делает, так сказать, рамку, так сказать, в каждом случае, так сказать, по каким-то определенным шаблонам. Ровно так же у нас есть общий шаблон, который называется, извините за грубое слово, ассимиляция, диссимиляция, то есть накопление и выделение. Если мы говорим, так сказать, школе на языке детей, чтобы ребенок понимал. А что такое? Почему? Что должен понимать ребенок? Ребенок должен понимать, как вот нас дед воспитывал. Сладость надо заслужить. Сладкий вкус. Ну вот они так и идут, извините, что перебиваю, они так и идут заслуживать эту энергию, потому что они без нее уже не могут. Но они ничего не знают. Но они очень быстренько, они очень быстренько, понимаете, как это феномен, к сожалению, больших спортсменов. Вот обратите внимание, обратите внимание, человек занимается, занимается, занимается спортом, у него своя система достижений, у него своя биороботизация, у него свое подключение энергии. Давайте перенесем человека, у которого есть недостаток энергии. Он, по сути дела, становится тем же самым биороботом. Он приходит на курс каких-то заместительных вещей. Он себя только в этом случае социализирует немножко по-другому. И он становится наркоманом, потому что, условно говоря, он сегодня оставляет штангу, оставляет эспандер, оставляет какие-то вещи. А уже система обмена, она включилась, уже скорость биохимических реакций другая, потребление кислорода другое, суставы ведут себя по-другому, а тут раз, так сказать, как в анекдоте. А где же булочка? Был такой анекдот. Чай дали, а где же булочка? А булочки нет. Поэтому вот опять мы к чему возвращаемся? Я повторяюсь. Мы возвращаемся к тому, что у нас есть аэробное, то есть потребление кислорода, чтобы было понятно людям, что такое аэробика. Все знают, что такое аэробика. Вот там тысячу лет назад, когда звучал этот термин аэробика, вы думаете, кто-то слышал это аэробика? Ну нет. Все смотрели на то, в каких купальниках дама выступает. А это слово аэробика мимо проскочило. Согласна. Понимаете, а когда мы сегодня говорим, есть аэробика и анаэробика, а что, в купальниках никого оказывать не будут? Нет, не будут. Ну тогда мне это не нужно, я не буду этим заниматься. А по сути дела, это теза и антитеза. Я потребляю кислород, я благодаря этому, но если я его нерационально использую, если у меня формируются определенные там типы патологических задержек, как когда-то академик Павлов говорил, энергетические пробки, у меня есть антитеза. Я вдохнул, выдохнул и не дышу. Кто-то может дышать, не дышать определенное количество времени. Мы, наша школа, рекомендуем очень краткие замирания. Именно замирание, не дышать. В течение 5, максимум 7 секунд. Но в это время приложить максимальное физическое усилие. Максимальное физическое усилие. Нас очень часто приходит, а что это выкартавленка одни и те же, положим крючки силы, показываете. А что вы каждый день чистите зубы? Зачем вы их чистите? Дело даже не в этом. Дело в том, что у нас позвоночный столб состоит из трех сегментов. Если мы даже те же кишечные крючки так поставим, так поставим, так поставим или так, мы будем реализовывать разные задачи. Конечно, конечно. И в этом случае мы будем спасать людей. Уважаемый профессор, вот вы говорите, каждые 45 минут делать определенные упражнения. Я так поняла, что… При физической активности. При физической активности. При эмоциональной активности. Ну, то есть не то, что когда мы всю ночь спим, проснулись каждые 45 минут будильник. Нет, я понимаю, да, но я думаю, что нас понимают. А именно в течение рабочего дня, при полной своей эффективности, активности, иногда неэффективности, мы… Вот вы говорите задержать дыхание, я так понимаю, без кислорода, да, мы свое тело держим в этот момент. Что это значит? Для чего мы это делаем? Мы запускаем собственную систему организма. Мы запускаем, мы запускаем практически, мы кратковременно увеличиваем количество максимально токсичного яда под названием углекислота. Углекислота. Но мы его запускаем на столько короткое время, что этот яд, ЦО2, он успевает снять спастированное состояние. Он снимает спазмы. В том случае, когда у нас есть спазмы. Он снимает атонию, когда у нас есть слабость функциональная. Не все пациенты думают, что у них есть спазмы. Не все. Не все люди думают, что у них есть спазмы. Как это в системе организма… Если вы рано, если вы по моменту просыпания чувствуете горечь во рту, имейте в виду, что вы живете со спазмом. Хорошо. Это первый признак того, что у вас… Да, да, ну мы перебиваем друг друга. Что у нас идет задержка выделения желчи. У нас идет задержка, но это конкретный спазм в области луковицы и 12-перстной кишки. Но в этот момент может быть атоническое состояние, отсутствие тонуса непосредственно в самом желчном пузыре. Понимаете? Тогда что? Поэтому мы делаем вот это упражнение, так сказать, вот у нас… Да, мы просто снимаем этот спазм в части диафрагмы, в части луковицы, 12-перстной кишки и повышаем спастическое свойство, сократительное свойство самого желчного пузыря. А когда мы делаем аэробную нагрузку? А когда мы делаем аэробную нагрузку, когда мы становимся, будем говорить, заложниками вот этих ежедневных нагрузок, мне надо, не надо, я хочу, не хочу, но я должен идти, потому что я уже в створе этих программ нахожусь, то, естественно, у меня происходит просто привязка к этому состоянию. И можем ли мы говорить, что мы еще больше эти спазмы… Ну, они уже носят то, что сейчас… Что-то характер. Опять мы вернулись, 30 лет назад это было модно, потом об этом забыли, сейчас опять вернулись. Это уже носит чисто в виде психосоматических характеров. Если я не пойду… Таковой пользы нет. Совершенно верно. Если я не пойду, если это я не сделаю, у меня, так сказать, повышается или снижается моя самооценка, я начинаю сам себя подъедать, я начинаю становиться самоедом, а у меня в буквальном смысле на физическом уровне формируется спазм, все. Я не пошел, я не пошел, я не пошел. И мне тяжело, совершенно верно. Да, да, да. То есть человек не может себе позволить. Обратите внимание, на высоте вот этих вещей почему опять вернулась мода к медитации? У кого-то она вообще никогда не уходила. Баланс! Правильно! Стремление к балансу. Да, конечно. Стремление к балансу. Не одно, так второе. Сначала мы маткой раздышались. Ну, ну… Кто чем? Скажите, вот я знаю и во многих сообществах иногда мы ездим на какие-то ретриты и будучи с кем-нибудь в одном номере, я часто наблюдаю, что пациенты, не вставая с кровати, делают определенные упражнения. Например, тараканчик, всем известный, надеюсь, наверное, вы знаете, о чем я говорю. Вы имеете в виду кухонный таракан? Нет, это тогда, когда не вставая с постели, человек еще не проснулся, не умылся, уже трясет свою вот эту всю лимфосистему, насколько это опасно, безопасно делать на кровати? Ну, для меня, например, вообще непонятно, какой там матрас, какой прижим. Ну, в общем, вот эти все нюансы я просто всегда наблюдаю. И вот хотела ваше авторитетное мнение. Что вы скажете? На мой взгляд, самое главное, это функционально-физиологический стереотип. Так, что это значит? Если вы того же, так сказать, пресловутого тараканчика делаете последние 20 лет своей жизни, то делайте. Так сказать, если он уже, не прекращайте, так сказать, вошел в систему вашего генома, но на какой бы вы постели циновки, на какой бы планете вы не просыпались, циновки в доме чистые, да, вы просоединетесь с этим тараканом. То ли в голове, то ли в теле, и так далее, и так далее. А когда человек, вот просто не зная броду, извините за мой португальский, так сказать, вот я не делал ни березку, ни лисичку, не лазил под забором, так сказать, женщину любимую в затылок не целовал, а завтрашнего дня я начинаю этого делать, извините, я за это получу. Она удивится. Совершенно, да, да, вот видите, вот показал, да. Просто сразу. Да, вот видите, и что в ответ? И что в ответ? Спазм. Спазм. Совершенно верно. Я не поняла, мне делать тараканчик, если я его не делала, опасно или нет. Вот сегодня я спала в шикарных условиях. У вас прекрасно, не у вас, а в вашей клинике прекрасные матрасы, прекрасное проветривание, прекрасная среда обитания, просто. Я честно проснулась от пения птицы, думаю, так, что-то надо мне помедитировать. Это таракан. Да, но может быть не надо было сделать таракана. А вы до этого его не делали, зачем? Все говорят, блогеры говорят, а зачем? Не трясите, чтобы пошел кислород. Ну а до этого, что вам мешало? Почему вы не трясли? Ну потому что сегодня у меня были классно злодо способствующие этому. Так сделайте, сделайте очень просто. Вот это правило основное, оно написано на русском языке, черным по белому, на каждой бутылке с минеральной водой. Так. Там написано, перед употреблением взбалтывать. Не надо никаких тараканов, никаких березок. Вот вы проснулись рано утром, на каком бы вы боку ни лежали, на левом, на правом, на спине, так сказать. Просто возьмите, просто возьмите пассивно, переверните, семь раз налево, семь раз направо. Почему на семь, это вопрос не ко мне. Семь я. Ну семь я, семь цветовый, понимаете, перевернитесь, семь, семь чакр, это можно найти кучу. Всегда, каждый может найти. Семь дней недели, хрен его знает, семь видов овощей полезных, семь видов овощей, которые нахрен не нужны. Понимаете? Поэтому сделайте вот эти вот перевертыши. Если вы чувствуете, что у вас пластичность повышается, пожалуйста, на здоровье делайте этого таракана. Но вся беда, понимаете, вся беда заключается в ментальности. Я не расист, не шовинист, не сегрегатор. Ну я из своего, так сказать, более чем скромного опыта пришел к выводу. Вот ты говоришь вьетнамцу, корейцу, хоть южному, хоть северному, особенно северному, хоть китайцу, хоть японцу, что тебе нужно проснуться в 4 часа утра и выпить две капсулы определенного биологически активного добавочного субстанта. Он проснется, выпьет, ляжет на бочок и будет тихо засыпать. Белый же человек 150 раз переспросит, прочитает, а зачем мне это надо, гуглит, а зачем это, да, если бы он гуглил, ради бога, а как я потом буду это, как я, понимаете, и так далее, и так далее. То есть здесь идет установка, здесь идет установка и то, что называется ругательным словом присоединение, или я на самом деле хочу присоединиться сам к себе. А вторичную выгоду кто от болезни? Как потом? У нас почти каждый пациент вторичную выгоду от болезни, от заболевания, от недомогания и ищет вторичную выгоду. Мне кажется, они только поэтому не хотят лечиться, потому что их мозг их не пускает быть здоровыми. Начиная от получения субсидий, заканчивая вниманием окружающих. Все. Ну и так, давайте резюмируем. На самом деле все классно, интересно и очень познавательно, и людям нужно об этом доносить. Вот что я для себя поняла как человек, как пациент? Я поняла, что есть безопасное время для физической нагрузки. И это правда важно. Поняла, что есть небезопасные упражнения, которые сегодня просто со всех сторон, даже из души уже рассказывают. Все, кому не лень, не имея образования, не имея специализации врач ЛФК. Не зря у нас даже раньше в пансионатах, в санаториях тебе не назначали ЛФК, пока ты не сходишь к врачу ЛФК. То есть понять твою систему мышц, твою выносливость, т.д. и т.п. Не буду углубляться, потому что все-таки я сейчас как пациент. То есть первое время. Второе, что есть небезопасные упражнения, которые рекомендуют, мы на них не обращаем внимания, мы думаем о своей нагрузке. Третье поняла, что при эффективном рабочем дне или неэффективном, а активном рабочем дне, желательно своему организму каждые 45 минут, не зря у нас раньше были, и сейчас они есть уроки в школе, 45 минут, и время перерыва. Мы даем себе снятие спазма, есть разные упражнения, мы сегодня поговорили об одном лишь упражнении. Я хочу, извините, перебиваю, я хочу сказать, что это как у летчика Аса Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, 33 богатыря. В нашей школе их есть 33 скоропомощных упражнения, которые позволяют в течение светового дня так сказать менять. Давать себе. Абсолютно верно. В данном случае мы с вами говорим лишь только об одном, это кишечные крючки и одно приложение на уровне ротовой полости. Это значит, что мы не пойдем после них сразу в туалет. Это безопасно. Это зависит от того, с какой задачей вы делаете это упражнение. Если вы хотите пойти в туалет, или вы не хотите пойти в туалет, крючки силы располагаются на разных уровнях. Вот, то есть это не значит, что мы сейчас посмотрели в это видео и начали делать вот так. То есть если мы делаем вот так, у нас совсем другая история. Мы в данном случае говорили с вами о чем, что это у нас... Нет, мы никакую модификацию сейчас с вами... Не проводим. Не проводим. Мы говорили только о одном приложении. А если мы говорим, что через каждые 45 минут, в каждом конкретном случае, то вот наша школа как раз таки этими вещами и занимается. Формированием индивидуального регламента использования упражнений скорой помощи. А о своем здоровье, конечно. Скажите, можно ли где-то онлайн посмотреть такие упражнения и может быть или научиться, или взять консультацию, ну вообще понять, как это работает? И можно, и нужно. Потому что в нашей школе, в школе безопасного здоровья, профессора Укартенко, разработана целая серия таких подходов. И мы пока эти консультации проводим бесплатно, рассказываем людям, как это можно сделать максимально безопасно, опять же, без денежек, но... Безоплатно. Безоплатно, безоплатно, да. Ну это просто то, что вы несете в мир, я понимаю. Если вы не будете этим делиться, то кто дальше будет этому учить? Ну это уже... Ну а как можно попасть к вам? Как можно, ну может быть на консультацию можно попасть к вашим специалистам? Можно попасть к нашим специалистам на консультацию. Ссылка под этим видео, прикрепленном комментарии. Пожалуйста, обращайтесь, регистрируйтесь и милости просим. Для вас разработают персональный комплекс быстрой помощи, продемонстрируют его вам индивидуально. Вы его выполните вместе со специалистом и в последующем вам дадут рекомендации для перспективного использования всех этих рекомендаций. Благодарю вас, профессор. Давайте мы сделаем сейчас с вами специальное упражнение, которое называется уже не кишечные, а сердечные крючки, которые очень хорошо помогут нам улучшить, то что китайцы говорят, улучшить качество движения, благородство по сердцу. Вот, это делается очень просто. Вот так вот мизинчики собираются в крючочки, крючочки выводятся на уровень середины грудины на расстоянии 10-15 сантиметров. Опять мы с вами глубоко вдыхаем, резко выдыхаем и не дышать в течение 5 секунд, пытаемся сердечные крючки разорвать. Вот. Обязательно восстанавливаем дыхание и послушайте, как вот в области. Вот, совершенно верно. А в следующем видео мы поговорим про активацию гормональной системы, про выработку эндогенных гормонов. Я думаю, что профессор с нами щедро поделится информацией. Если вдруг непонятно, что такое эндогенные гормоны, это гормоны, которые вырабатываются в собственной системе организма, нашими надпочечниками, либо теми органами, которыми для этого предназначены. Приглашаем вас смотреть об этом в следующем видео. Добро пожаловать за правильными гормонами!